Привет, народ! Продолжаем играть в нашу рыбалку. И я просто не мог начать запись, короче, я сейчас только что выловил 10 косарей! Понимаете, 10 косарей свежей рыбы, это дофига! Это в одном месте, вот прикиньте, вот в этом вот месте я раскинул, короче, на треску... ...это... ...сеть. И блин! Я в натуре, блин, выловил 10 кусков! Вы представляете, как это много! У меня еще, вон, 3 сетки, я даже не знаю, мне сейчас влезет это все или нет. Жесть! Просто 10 косарей! Ой, вот, короче, у меня прям эмоции заряжены, прям вот... ...мне понравилось все. А, да, еще кое-что по поводу, значит, нашего кредита, который мы еще захотели взять на корабль. Он зависит от того, сколько у нас еще денег, как я понял. Потому что, если денег мало, кредит, соответственно, много не возьмем. Денег много, кредит возьмем тоже много. Вот, собственно, пока я решил тогда, ну, раз такое дело, идите нафиги оформить. Ну, я думаю, вы понимаете, что это правильное решение. Я думаю, 4 раза смотаться, это будет правильно. Ну, я решил, что, запишу. Ну, мы на этом кораблике еще долго будем плавать такими темпами, но... Будем. Не будем зарабатывать. Вот, ну, 10 косарей! Жесть вообще! Это, это, вау, это просто что-то. То есть, у меня сейчас будет полный трюм. Мне так и так все эти сетки надо вытаскивать. Кстати говоря, я сразу отправлю парня на разделку. Потому что, ну, я очень хочу сильно сэкономить время. Вот одного я... Ну, ладно, двоих отправлю, фиг с вами. Вот, ну, ну, просто 10 кусков вытащить, это... Это что-то с чем-то вообще. Это реально повезло. Ооо, еще одна пошла крупненькая! Все, короче, у меня сейчас весь трюм будет забит, я так чувствую. Смотрим, сейчас 22 тысячи. Ну, окей, где 23, да? Просто смотрим, смотрим, смотрим. Хотя этот чувак без особого скилла, так что я не знаю. Е-бой! Check the sound! Просто, вы посмотрите, что они делают, уроды, а? Вы посмотрите, что они со мной делают. Черт! И у меня еще, вот, понимаете? Ладно, эту я еще вытащу, окей, как бы. Тут там у меня рыбы хватит, но сюда уже... Все. Здесь мы уже просто не успеем выловить ничего. Ну, это рекорд, ребята, это реально новый рекорд. Я говорю, я не мог просто это не записать. Просто, если бы я сказал бы один раз, это было бы неправда, как бы фиг бы вы мне поверили. Но тут вы с вами видели, я почти еще раз чуть 10 ксарей не словил. Черт, это круто! Это реально круто! Блин, люблю рыбалку. Так, ладно, идите опять вылавливать. Ну, у меня сейчас, смотрите, в целом там свободно 1725 кг, то есть... По факту, да, я вот здесь сейчас выловлю, у меня все не влезет. Так или иначе, я просто с полным трюмом сейчас быстро-быстро ломлюсь к себе, продаю все, что можно, и отправляюсь дальше за свободной рыбой. Ну, вариантов как бы немного, ну, черт возьми, это круто! Это про... Это вы знаете, что называется, привалило. Первый раз я забиваю полный трюм на этом корабле, первый раз. До этого, я помню, ловил, там вроде посмотрел, так, здесь у нас есть рыба, все хорошо, раскинул все эти, кстати, по сонарочку. Вот. И мне пишет, недостаточно рыбы, я такой, чего, погодьте? В смысле, вы же показывали, она тут была. Все эти у меня пролежали сколько надо. А ее просто не было. И я такой, ага, ну ладно, как бы, окей, понятно. Так, ну тут как бы нормально, вот здесь где-то, примерно, два косаря сейчас упало, все, мы, короче, что сейчас сделаем? Мы срочно летим в порт и все это перерабатываем, вот прям срочно-срочно. Так, нет, стоп, меняться, 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 ребят, вам надо. Вот, все. Срочно все это перерабатывать, срочно продавать, потому что... Я здесь уже не успеваю просто ничего взять. Так что, блин, рискнем свалил, у меня уже полный трюм, все, без вариантов. Хотя там уже 20 часов сейчас будет, но сюда плыть просто недолго, поэтому я очень сильно надеюсь на то, что они сейчас очень много всего сделают. Так, давайте, я даже не знаю, что вам помочь, парни, давай, ну, опять этот корабль перевернулся, нормально. Мы еще тяжелые, мы вон загружены, у нас свободно 6 килограмм, то есть, понимаете, в притирочку вот прям вот, вот-вот, вот прям чуть-чуть. Офигеть, это же сколько мы сейчас денег-то заработаем. Вы понимаете, в чем прикол, это почти все треска. Черт, это круто, это просто вау. Вот ради таких моментов стоит играть. Блин, пол корабля, ребят, пол корабля у нас уже сейчас упакованы и заморожены рыбы. Я не знаю, будет ли у нас вот это сейчас продаваться потрошеное, если да, конечно, обидно, потому что упаковка увеличивает еще стоимость продукции. Вот, но я надеюсь, что будет у нас все хорошо. Я надеюсь, я не лужину. Ну, во всяком случае, во всяком случае, продавать, как я понял, можно только упакованным на этом корабле. Очень на это надеюсь. Прям очень-очень. Потому что если я сейчас... Ну, там по весу будет видно, как бы, да, то есть, у меня... Ну, ладно, пол корабля в любом случае я зарядил. Блин, это просто шикардос. Реально, главное сейчас нам туда еще успеть. Если мы еще туда сейчас успеваем, ребят, мы с вами сейчас просто столько бабла срубим. Это вообще шикарно. Ну, это реально подтягивает на рекорд. То есть, сейчас посмотрим за две продажи, сколько у нас выходит. Мне кажется, что-то выйдет много. Очень много. Так, а теперь делаем такую фигню. Зайти в порт. Часть рыбы нельзя продать. Сначала неповедима ее упаковать. Фуф, слава богу. Смотрим. Просто, да, вот здесь уже сколько выходит? 386 тысяч. И это, блин, вообще еще не все. Так, и срочно выходим сразу на полной скорости из порта. Пусть они дальше занимаются упаковкой, переработкой и прочей там фигней. А мы с вами пока... Так, ты идешь на отдых, ты мне сейчас нужен будешь. Вот, а мы с вами сейчас летим срочно-срочно вылавливать остатки рыбы. Потому что у нас время. У нас очень мало времени. Ну, ребят, это просто ама-хасла. Намажем на хлеб маслом, да, все дела. Офигеть. Вот это, я понимаю, денег взяли. Так. Давайте как-нибудь вот сюда. И вот сюда. Так, ближе сразу. Пофигу на то, что затрачу топливо. Просто, ну, ладно, окей, там уже зеленая эта фигня. Вообще без разницы. Просто. Ну, сейчас, ну, вот столько выловить, это круто. Это очень много, ребят. Это просто вот вау. Это фантастиш. Да, сэс мазафакин фантастиш. Кстати, что у нас тут? Готово к продаже? Ну, шикарно. А что, упакованная рыба выпотрошена? Логично. А, стой, подожди. Ты не замороженную? Ты просто потрошенную решил сразу туда паковать? А что, так можно было? А вот черт. Ну, ладно, раз такое дело, почему сделаем так? Какая разница? Так быстрее. Правда, что из этого будет дороже продаваться, я не знаю. Ну, замороженная просто она дольше держится, как бы, в этом весь прикол. Я вот про это знаю. И еще мы сколько вылавливаем? И еще в 2000 как это? Блин, ребят, это просто топ. Лайк сразу, вот просто, ребят, за это лайки, пожалуйста. Потому что это круто. Это реально круто. Это очень много. Ну, сфартило это, вот я не знаю. Это ничего, наверное, не сказать. А, просто у меня столько эмоций с этого. Потрясно. Просто потрясно. Ладно, зато они у меня напрямую сейчас потрошенную рыбу будут паковать, что удобно. Ну, и мы быстренько, быстренько еще зайдем в порт. Она как раз у нас не протухнет ничего. Вот. Не знаю, кто хозяин этого корабля, но мне ему и сокрение. Могу пожелать только вот удачи, счастья там в жизни. И чтобы поменьше его корабль переворачивался. Потому что это довольно часто видно. Такая вот дичь. Ну, он меня вообще сейчас не волнует. Меня волнует просто еще за сколько я все остальное продам. То есть, увидели, сколько мы там денег заработали? Сейчас мы заработаем еще больше. Ну, по идее, должны. Во всяком случае, план была не заморожена уже, а просто потрошенную, да, блядь, упакованную. Черт бы с ней. Реально. Ну, новый уровень выносливости. Он еще теперь у нас больше работает, работать может шикарно. Понимаете? Работает система, работает. Негры пашут. Да, 200 рыб в час, 400 рыб в час. А у тебя сейчас с упаковкой. А у тебя, кстати, все неплохо. Ну, ладно. Ты там отдыхай, братишка. Мы тебе потом покушать принесем. Вот у этого, видите, выносливость сколько. Вот у этого нормально. У этого вообще дофигища. У этого просто ни о чем. Он работает тут очень мало. А, и давайте опять мой любимый метод парковки. На, нехотя. Нормально. Я просто заранее так перестраховываюсь, потому что иногда захочешь на большую скорость, не успеваешь оттормозиться и можешь влететь в этот пирс, но спасает вот эту кнопку. Потому что урон там уже не проходит, если тебе во время парковки бахнуло. Это, кстати, плюс. Ну вот. Так. Сейчас у нас, кстати, вот кредита было 220 тысяч, но по предыдущему видосу можно было бы увидеть. Я просто, на самом деле, это вот только раскинул сеть. Я помотался по городам, посмотрел, бак это нет. Нет, это не бак. Это реально зависит от того, сколько у вас денег. Раскидал сеть, вернулся и начал просто ее вылавливать. Начал вот сейчас новую запись. То есть не прошло и часа. Сейчас, ждем, пока они допотрошат все это дело. Ребята, давайте, пожалуйста, быстрее. Уж больно хочется денег. Заодно посмотрим, большая разница будет или нет. В деньгах, в смысле. Потому что, если да, тогда замороженное будет продаваться дешевле. Коли так, я ее буду сначала замораживать. И черт с ними лучше пару часов еще подожду. Это будет выгодней. Я доволен. ГГВП, отличная работа, парни. А то так, знаете, 2000, 3000 выловлю. Тут бац, десяточка такая. Опа! Выкуси, что называется. Вот это то, о чем я говорил. Могли бы мне не верить, но вот на втором корабле, причем у вас постоянно по десятке выпадает. Это довольно забавно. Я вот формил деньги примерно вот так. Сейчас вам покажу. Вот здесь. Да, вот здесь. Раньше была еще вот тут вот точка. Сейчас она, видите, немножко опустела. Вот здесь вот тоже точка была. Но я плыву сюда, ближе. Закидывал сеть. Возвращался в порт. Ждал время. Приплыл. Поднял сеть. Полный трюм. Возвращаюсь. Это при том, что он у меня прокачанный был. А тут видите, какая лафа. Просто шикардос. Так, ребята, давайте, давайте, давайте. Почти закончили. Вы у меня умнички. Я смотрю, тут все корабли кверху пуза. Ну, спят, наверное. Я понял. Они спят, просто устали. Их переворачивают от дождя, чтобы, не дай бог, не затопило все-таки. Ну, правильно. Так, хотя полы помоются там туда-сюда. Правильно же? Правильно. Ну, вот. Так. И... Вот все. Идете обратно отдыхать, ребята. Мы идем в порт. Е-бой. Продаем. Получаем еще, блин, 400 косарей. Ай-яй-яй. Просто вы гляньте. Тут 386. И тут 423. Складываем. Получаем 800 кусков. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Просто. Вот это я понимаю, ребята, улов. Вот он фарм. Понимаете? Вот она же. Вот они бабки. Вот это... Вот это я понимаю шикарно. Слушайте, серьезно. Прям вот. Это круто. И давайте смотреть, сколько у нас сейчас кредит. Во, уже 4 ляма можно взять. Вот, вот, вот. О чем я и говорю. Так, у нас сейчас где-то... Ну, ладно. У нас 800 тысяч 4 ляма, как бы, да? У нас было... 50 тысяч. У нас было 220 тысяч. Можно такой небольшой параллель по соотношениям провести. Но мы, естественно, этого делать не будем. Мы просто сейчас пойдем. И задом закинем все это дело. Так. Давайте сразу рыбачить. И погнали, погнали. Причем я закидывал. Это еще шторм был. То есть это было реально тяжко. Я вот думал заснять, не заснять. Но подумал, что это был не самый сильный шторм, который я видел. Поэтому пофигу. Были бы сильнее. Но там тоже болтало знатно, конечно. Ну, вообще пофигу. Да, слушайте. Вот это кайф. Доворачиваем. Ну, а пока он поворачивает, ребят, смотрим, пока у нас где треска есть. Да, сразу выбираем точки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два, четыре, шесть. Ну, давайте, семь и восемь. Вот эти вот возьмем и нормально. Сейчас, а, мы выплыли, да? Ну, все, отлично, можно начинать. Так. Тыц. Тыц. Шикарно. Да, они бы еще удвоили, конечно, цены бы на треску. Я бы тогда просто сказал, что мы красавцы, мы шикарные и так далее. Сети, кстати, как я уже ранее упоминал, ошибся чуть-чуть. Сети надо чинить. Мне просто так совпадало, что каждые три моих поездки я их чинил. Все, фигня. Устал немного. Вот, все, фигня, короче. Только если вы там, допустим, раскидали, у вас сильно влево, сильно вправо ушло, все. Сети испортили, надо чинить. Неправильно собрали вручную там рыбу, да, когда вытаскивали. Тоже вот тогда она у вас портится, там уже тоже это надо делать. В остальном, ребят, все окей. Слушайте, ну это круто. Я хочу еще раз так выловить. То я просто, понимаете, обычно там, да, постоял бы где-то секунд пять, да, а тут я стою, там, одна, две, я так посмотрю, думаю, что это не то. Смотрю, блин, а там вытаскивается вообще по чуть-чуть прям. Да. Вы уж извините, что я одно и то же сейчас тут говорю, но просто реально это рекорд такой нехилый. Я рыбу выловил дофига, и это круто. Очень круто. Чем мы займемся сейчас. Сейчас будем раскидывать опять сети. Опять кайфовать. Да, уже быстрее как-нибудь это делай, пожалуйста. Ну, слушайте, такими темпами, вот нам таких пара заходов, да, там надо нам 19 лямов. То есть за один заход, грубо говоря, можно взять кредит на 4. Ну, ладно, это при очень хорошем раскладе получилось, серьезно, прям. Вообще, то есть это можно поделить прям на 2, по-хорошему. Ну, условно, да, делим на 2. Значит, получается, за каждые 400 где-то тысяч у нас, ну, это вообще грубая-грубая математика такая, как бы, я думаю, вы понимаете. Вот. За каждое, условно, там 400 рыбы мы получаем еще сколько? Ой, 400 рыбы, 400 тысяч. Ну, что-то в районе, наверное, 2 миллионов, да? То есть, а нам нужно 20. Это нам надо смотаться 10 раз. Ну, кстати говоря, немного. Ну, опять волны поднялись немного. Как бы, мне пофигу. После прошлого раза это уже так, мелочи. Так, иди, чини. Да, еще тут смотрел видос про одного товарища, который тоже купился этот корабль. Я заметил за ним такую фигню, то, что он сначала продавал своих членов экипажа в бар, чтобы их потом нанять. Короче, можете этого не делать, ребят. Если вы покупаете новый корабль, они автоматически переносятся. Вот. Ну, маленький такой опять лайфхак. Они идут с вами до конца. От них так просто не отделаться. Ну, правильно, я их тоже понимаю. Все-таки вы им деньги платите. Так, ну, погодка, конечно, шла. Что там вообще обещают по прогнозу? Ну, завтра нормально. Суббота и в понедельник снег опять будет валить. Ну, ладно. Что? Поживем. Что же нам делать-то? Как-нибудь будем выкручиваться. Ну, в некоторых местах я уже даже знаю, что я вылоблю немного, но вот на пару мест я рассчитываю, то есть на хорошие, такие, добрые, хотя бы 4000 кг. Ну, вот, по крайней мере, вот в этих местах, вот в этой области дофига должно быть тут еще. Ну, тоже должно быть, в принципе, нормально. Вот здесь я знаю, тоже будет немного, но и как бы это неудивительно. Я, в этом плане, уже морально к этому готов. Так, идем на скалы. Что-то как-то прям очень на скалы, ребят. Нам бы еще не вмазаться было бы неплохо. А то сейчас будет очень неловко, знаете, вы раскидываете такие сети, хоп-хоп, и врезаетесь куда-нибудь. Хотя, ладно, тут рыба, рыба окупает все. Ну, и на короняк у меня вот этот тип есть, который может мне все починить, и т.д. и т.п. Вот ему бы выносливость покачать, с ней у него вообще все плохо. Она в моей работе очень сильно решает. Почему? Потому что я их не люблю особо сильно тыркать, да, упирать куда-то. Ну, я имею ввиду, когда сети собирают. Поставил. Они плывут с тобой, сразу собирают, все, ничего делать не надо. Ну, в общем, кайфуха. Да. Ну, это вот повезло, ребят. Я не знаю, получится ли во второй раз так же офигительно просто выйти в плюс. Но я на это надеюсь. Во всяком случае, надеюсь. И очень сильно буду стараться, чтобы я вот приплыл так же, все было точно так же. То есть, это я приплыл к 20 часам. Хотя там от 18.40 до 20 с чем-то. Не помню, в этом промежутке все идет. Так, тут есть, тут есть. Дальше плывем вот сюда. Почему-то каждый раз у меня получается вид сверху. Странно. Ну, то есть он сам приближает, сам делает вид вот так, задница вот такой вот. Ну, нафига это? Нафига такое придумали? Я вот сейчас сразу вспоминаю. Вот GTA-шный сервак, на котором на WMP я вот играю. Тоже добавили там рыбалку, знаете. Такой ажиотаж был по лодкам вообще. Было весело. Ну, вот опять волны поднялись. Опять меня начинает мотать из стороны в сторону. Ну, хотя это так, знаете, покачивает еще. Это еще не совсем те волны, к которым я уже привык. Но я просто, вот знаете, в таком предвкушении того корабля. Единственное, знаете, что странно? Вроде вы можете вылавливать всю рыбу, но у вас доход только от двух. Там, вот с бумбрией, еще от чего-то. И следующий корабль по деньгам как-то не сильно-то дороже того, который мы сейчас будем покупать. С одной стороны. О, кстати. Знаете, что сейчас? Плаваем вот сюда. Не, закройся. Все, газ пол нажимаем, чтобы типа мы плывели там туда-сюда. Вот, открыли территорию, просто лишний раз будем видеть какая тут рыба. Так, давайте плывем вот сюда. Погнали. Раскидываем все это дело. Ну, знаете, что я могу сказать? Это круто. Корабль бы еще другой. И все. Я, кстати, помню, когда вот на втором только начинал. Да даже на первом. Ладно, давайте его вспомним. Еще нашу деревянную вот эту лодочку. Если я вот на таких волнах там болтался, знаете, было уже страшновато. Этому-то ладно, он здоровый, так или иначе. А та-то была маленькая, ее сносило еще так неплохо. Это у нас, кстати, надо посмотреть сейчас, какая по счету сеть идет. По-моему, уже пятая. Ну, я решил то, что лучше пару коротеньких видосов записать. А там, как я там рыбачу, туда-сюда. Ну и плюс, ребят, такие моменты запечатлевать надо. Потому что такое нечасто у меня лично в практике случалось. И это на самом деле здорово. На всяком случае, это очень приятно. Здорово это в плане денег. Приятно в плане морального. Да и финансово он тоже еще так пойдет. Вот. Сколько там? 150 уже, 5 метров. Знаете что, давайте-ка еще по еще сделаем. Возьмем музыку. Врубим. Ну, так на хоне, чтобы играла. На большом корабле я уж хочу немножко разведочкой заняться. Ну, правда, единственное, да, мне придется сначала порыбачить. Мне порыбачить придется много, потому что там кредит. А кредит там такой, что, ну, я думаю, вы видели. Большой. Очень. Плюс экипаж у меня будет полный. Семи человек. Их тоже надо обслуживать. Им нужны бабки. Ну, зато большой корабль даст нам отличное преимущество в плане разведки. Ну, разведки я имею в виду рыбы. Тут мало подумают еще и тут чем-то другим занимаюсь. О-о-о, пошло меня качать. Давайте. Правильно, правильно. Минус вот, опять-таки, этого корабля в том, что если вас подкинул на волне и не дай бог вы уходите куда-то в бок, ребят, вы вернуться вы сможете не сразу далеко. На других кораблях-то проще делаться. У них задница опускается в воду, как бы, там двигатель плюс рули. И можно быстренько подрулить еще. На этом так не получается. И тяжеловато. В плане управления. Ну, не знаю, народ все равно как-то на таких лодках работает. Она работает нормально. Так что... Мы тоже можем. Причем и хуже, что ли. Слушайте, давайте на сонар глянем. Просто интересно. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Опять там типа миль была. Ну, рыба плавает. Тогда я даже на сонар не смотрел. Просто взял это все дело и вытащил. Да, ребят, это треска. Преимущественно. Нет, тут, конечно, и другие рыбы тоже есть. Что неплохо. Нам все сгодится. Прикиньте, вот если мы всю вот эту вот рыбу, которая была бы, было бы только треска вообще. Мне кажется, мне кажется, я бы мог бы за два таких рейда купить уже себе тот корабль вообще наизе. Так, у нас раз... Правильно? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот это вот будет восьмое здесь. Ну, начинается вот это вот. Здесь уже, если от нашего порта идти в сторону открытых вод, тут уже волны, мягко говоря, побольше. Так что тут уже потруднее немножко становится. Ну, в принципе, у Хаммерфеста рыбачить это самое простое занятие. У него тут довольно спокойная вода, несмотря ни на что. Ну, вот. У него очень просто зайти, из него просто выйти на корабле. Но это на маленьком. Мы когда сейчас купим большое, я уже буду немножко страдать. Без быстрого этого... Без быстрого перемещения. Это у нас будет сразу докупать бы еще боковые двигатели, потому что без них я просто помешусь. Это вам, кстати, такой небольшой совет, ребят. Если корабль стоит 19 миллионов условно, да, и вы такие, ну, у меня хватает денег, пожалуй, куплю. Не, не надо. Будьте готовы еще купить ему дополнительно двигатели боковые, и будьте готовы его немножко подбрейшивать. Пригодится. В плане радаров и так далее. Ну, это где-то еще лимон, полтора, где-то так. Нам в идеале заработать это 3 ляма хотя бы. Ну, в идеале 4, да. Мы тогда взяли, пусть здорово, хоть кредит и парились. Ну, в этом плане удобно сделать, да, то есть вы можете взять кредит и спокойно все плавать на своем корабле. Время тут идет не так, что у вас там на один день это 5 минут реального времени. Хотя, может, это так. Нет, не так, шучу. Вот, ну, то есть сентября я длился очень долго, и за весь сентябрь я должен был выплатить 66 тысяч, при том, что я обычно навариваю 300. Понимаете разницу, да? Она как бы есть. Она хорошая. Так, ну, сюда, наверное, тоже здесь полчасика будет идти. Ну, на часть, хоть и опять-таки заранее чуть-чуть проплывем. Но в любом случае вначале в порт. Черт, ладно. Сначала в порт заправимся. Ну, видите, как низко. Мне вот это вообще не нравится. Здесь 50 метров. 50 метров это маловато. А на большом корабле я уж, да, я буду с сонаром плавать, там без вариантов. Потому что можно налететь на календаре, а не пахнуть кораблик. Привет, с помощью просить. А, ну и да, кстати говоря. Этот корабль, несмотря на то, что он, типа, большой промышленный, он может в любой порт зайти. Но мы далеко не на каждом, там, большом корабле. Вот туда вот пришортыми все. Вон там вот тоже есть у нас местечко. Типа Хаммерфест. Вот. Вот. Там уже будет, ребят, проблематичненько. Ну, ладно, нон-стопом сейчас быстренько это сделаем. Про заморозку я опять-таки все помню. Сколько сейчас время? 18, да? Ну, как раз пока доплывем туда-сюда, уже время подойдет. 19 часов. Ну, вообще отлично, слушайте. То, что надо. Честно. Угульки наши рядышком. Волны утихли. То есть нам вообще ничего не мешает. От слова совсем. Не буду вот их расставлять в такой компоновке. Потому что такой компоновки, в которой его больше потащилось. Мне кажется, это еще и от скилла зависит. Но, опять-таки, я всего еще не знаю. Так что, как-то так. Так. Ну, тут мне уже не сонар нужен. Тут нужен GPS. У меня такое гудение приятное. Единственное, да? Ой. Ну, ладно. Попали. Что там по рыбе? Нормально пошло. Первое место прям вообще нормал. Вполне. Четыре косаря. Вообще шикарно. Ну, и пока доплывем. Пока туда-сюда. Главное, не забудьте. Нам еще заново придется в обратку сейчас эти сети раскидывать. Ну, кстати, вот смотрите. Вот опять, да? Вышли мы чуть подальше. Да, уже волны посильнее. Ну, правда, плюс-минус погода там туда-сюда. Так. Фонарь мне мой грубой. Волшебный. Волшебный. Не понял до сих пор, кстати, где в этом корабле мы скорость восстанавливаем. Это для меня до сих пор вопрос. Ну, это уже нужен большой корабль. И это нужен хороший шторм под такую музыку. Я вот, собственно, к этому все иду, иду, иду. И пока еще не пришел, к сожалению. Ничего за сранцы. Вы у меня не отработаете свое. Сколько еще? Еще 3000 где-то. Немножко нехорошо встал сейчас. Двигаем наш корабль. Я даже дополнительными этими маневровыми двигателями воспользуюсь. Специально сейчас стащим нас немножко в сторону, потому что иначе мы не зацепим этот чертов буй. На быстром перемещении, правда, быстрее передвигаешься. Ну, не в плане реального времени, а в плане игрового. То есть, так бы я доплыл, условно, за 10 минут, так доплываю за 8. Ну, тут тоже хорошо рыбка пошла. Еще где-то 1000 на 4. Чекаем. На 6. На 6 она лучше, чем на 4, определенно. Так, вон, там плыть уже далековато. Давайте я вас пока оттащу. Лайнер там плывет во все. Хорошо им там на лайнере от точки А до точки Б и все. Не то, что мы там пашем, да? В любую погоду, все эти там вытаскиваем, да, ребят? Вот так вот. Не-не-не-не, стойте, стойте, стойте. Сначала я этого поставлю. Он лучше с рыбой разбирается, как показывает практика. Эта ш embed! Шикарно! так следующая пошла сколько у нас сейчас 13 с половиной было 13 4 просто круглить люблю ну тут мало кейт 1002 наверно где-то вы хотите все надо так и вышло еще не выпало 3 причем ровно так дальше мы проплыли вот сюда и потом вот да уже ну просто лучше совершать тот же маневр чтобы приплыть нормально да то мы сейчас подплыли бы не очень у тебя выносливость качнулась прелесть какая шатли лично северное сияние красота супер погода нам благоволит жак нельзя им еще знаете команду дать чтобы они там почему в бочках день топливом не делали не знаю это был бы забавно за счетом топлива надо спирту чтобы ездил поставить кучу самогонных аппаратов и просто спиртом кормить корабль правда выкачать тогда будет на волнах уж заваливаться и думаю по чем все мы с этим сталкивались так тут вообще по рыбе о-о-о-о чекаем чекаем ребята вот она вот она вот он здоровенный ребята я из я из здоровенный нафиге сейчас у нас 16 4 просто чекаем сколько вылетит 23 просто шикардос 23 6 от получается 0 2 плюс 4 плюс короче 7 7 и 2 выпало просто вот ребят топчик реально это прямо вот мне мне вот такое нравится я вот за такую рыбалку но опять-таки надо надеяться на то что мы успеем все это выглубить потому что сейчас там скажут что у вас 8000 мы на натыкаемся вот день знаете здесь же сейчас прям на такую же точку и все у нас ничего не влезет нам придется возвращаться и вылавливать уже тут остатки но правда это может быть немного план там на свободен ты пока занимайся потрошением в любом случае нам ее упаковывать надо и так далее так что у тебя сейчас отличное так сказать личная возможность потренироваться потрошение на нашем аппаратике у него скил и еще но я думаю вы видите да ну то есть не о чем вот упаковка ремонт принципе чем он и занимается но у потрошение я им сейчас давал пару раз все надо делать дико медленно 450 рыбы в час вот от парень у меня в основном этим и занимается потрошение вы знали сколько он эти делали как быстро точнее сначала выловим ним даже ключу просто покажу мне кажется сейчас должно тоже привалить чем такой хороший как прям чекаем нормально нормально по кайфу но на один как на одну сеть нам еще хватит вроде бы то есть 4000 ну может быть даже на две так вот смотреть 450 этот 514 этот 655 слова скиллах вот поэтому я говорю надо ребят качать и пусть они занимаются своими делами ну ладно все должны работать все должны быть заменимы незаменимых так сказать у нас нету заморозка просто как бы увеличивает срок хранения рыбы как я понял насчет цены не уверен но буду качать буду замороженную упакованную продавать чтоб наверняка так ночью поехали нет это не вопрос сейчас сижу и думаю параллельно какую песню подобрать под корабль под ногу которым купил просто начать прям с нее так ну тут кстати мало рыбы этот правен говоря немного выпал всего 2 царя ну то есть ладно окей здесь нам более-менее в этом плане повезло нам от от лишний раз никуда не надо мы сейчас просто плываем сюда единственно значит все таки тебя отправлются заморозкой занимались так лучше вот ты занимайся вот этим ты вот этим все отлично тренируйтесь ребятки 18 22 все работают у всех все хорошо сплоченный дружный коллектив как раз пока раскидаем сети они все успеют доделать да слушайте вот это я понимаю это реально ребят нам фартит причем так ни фигу вам потому что до этого я набирал пол трюма тут уже полный с другой стороны у меня 6 сетей было казалось бы до 6 и 8 для нашего корабля какая разница болен разница она ощутимая причем так ни фигу мы ощутимы но мы сейчас медленный пипец всяком случае пока мы подплывем пока туда-сюда уже успеем раз дождаться пока на пассиве 18-40 в идеале это после между 19 и 20 часами делать как я понял а мне пока и так достаточно у нас сейчас там 2 400 свободно да я даже не знаю сколько на 6 утра будет если много то обидно на самом деле потому что прикиньте да вот вы набрали 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 вас остается две там условно с половиной тысячи и тут вы улавливаете рыбу на 10 косарей вот это да конечно и ведь не отменить уже никак все не такое бывает тут как бы нормально где-то на 2 как раз косарей выходит пожалуйста 20 килограмм у нас еще в резерве есть ну и хорошо грузовой теплел данный здоровье так теперь мы что делать теперь мы пока они там занимаются рыбам и я просто сейчас будем распасовывать но и смысле рыб совсем уже сети будем раскидывать так давайте раз два три 4 5 6 это как обычно вот это вот золотая у меня жила прям 7 восьмую точку ну давайте в принципе даже здесь же останусь можно правда вот сюда но мне не охота потом туда плыться далековато так что давайте сразу будем сеть тут раскидывать прелесть просто красота кстати у меня ребята как-то мало жрут вы обратили внимание вот у меня еда это было до сих пор тут жалко знаете еще чё я бы к этой игрушке сделал бы длс проловлю крабов ну или сделал бы вторую часть потому что вот то что выпускали похоже на это чем-то но только здесь и любят все-таки рыба там краба были это немножко разные вещи но в целом ребят вот я это хотела я прям сейчас удовлетворяюсь а вот теперь ждем пока он сейчас добьет нашу рыбу чтобы у него лишний раз выносливость не тратить пока развернемся типа давай 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 опа красава все отдыхай так разворачиваем и пусть идет назад к этим точкам давай куда-нибудь вот сюда лучше с разгона кстати раскидывать сеть потому что если вы начнете в стоящем состоянии делать особенно если есть волны есть вероятность того что мы каким-то образом случайно повернете все до свидания в целом работа кипит продвигается я прям доволен этот пока еще работает этот уже по чуть-чуть устает но ничего страшного пусть будет пока в таком состоянии не помрет но чего тоже мне очень странно да там 277 рыбы в час но рыба может быть и один грамм и 20 килограмм то есть разница ну ладно один грамм а то я вот так конкретно преуменьшил это счет 20 килограммов разница да у вас килограмм рыбы 20 тоже разница вы ее потрошить там тоже время для меня это чуть-чуть странно расчет на количество рыбы вот иногда приходится стартовать с места по той простой причине что ты понимаешь что ты уже тетючку в тетючку попал на ту точку дотяну бывает прилетаешь с запасом бывает прилетаешь без часто было без и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А после этого выложу видео, и опять мне Ютуб напишет... А у вас там, короче, вот эта песня? Там правообладатель говорит, что очень нехорошо. Делитесь с ним деньгами. Но это меня, конечно, не убило. Знаете почему? Потому что некоторые песни, которые я слушаю, там некоторые правообладатели уже давным-давно не живы. Ну то есть, с кем деньгами-то делится? Да вообще, с фигами делитесь-то. Он рекламу не запускается. Процент с ней, давайте мне. Я не против. Все честно. Так. Он что-то подустал прям конкретно, начинает все меньше и меньше паковать. А этот уже почти заканчивает. Красавцы, парни. Так держать. Так держать. Так мы вас махнем. Ты иди сюда, а ты отдыхай. Субтитры сделал DimaTorzok Да, быстро у нас работа кипит, ребят. Быстро. Давай, давай, топи, родни. Давай. Ну а вот тютерка в тютерку. Сейчас мы зайдем в порт, там дела по делу. Мы опять придется отправляться за рыв. Правда, в этот раз уже мы уже ничего не раскидали. Такие сети и так далее. Хотя, если прибыль получим такую же, мы примерно такую сейчас и получим, заодно посмотрим, сколько вот полный трюм у нас теоретически стоит. Там говорили про квоту какую-то там, да? Условно там, ну на вашем корабле квот, аква-ква-ква, это где-то 400 тысяч. Как они это измеряют, я не знаю сейчас. Квот еще. Что это такое? У меня прайс, пожалуйста. Сколько вот я за это и за это получаю денег? Все. Остальные меня не волнует. Так, ты все доделал. Отлично. Давай, 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 давай. Поможай. Заморозил, теперь опаковывай. Заморозил. Кто это сделал? Кто вот так мордой в рыбу заморожил? Кто это сделал? Все, упаковывайте, ребята. Опакуйте и свободны. О, кстати, ты у меня там отдохнул немножко, че не корабль? Все должны работать. У меня ленивых на корабле не будет. Кстати, он упаковывает 200, этот 212, но это как-то вроде выглядит побыстрее, как по мне. Сколько там? Пофигне вообще осталось. Нам и сети пофигне раскидывать осталось, и им еще осталось пофигне, собственно, это. Замороженную упаковывать. Ммм, новый уровень упаковки. Шикарно. Теперь мне платить ему еще больше. Не, ладно, как бы, я даже не взражу. Все, да? Справились. Красавцы, ребята. Горжусь прям вами. Ты тоже все сделал. Молодец. Так, сети уже там скоро, нет? Все отлично. Освободился. Так, давай сюда-сюда и вот сюда. Надо после этого еще будет чекернуть события, потому что события последние были за сентябрь месяц, а сейчас уже как бы октябрь, уже шестое число. Еще-то как-то ничего не меняется. В принципе, можем и сейчас, но это будет немножко неудобно, потому что все на полной экран, а вот эту шкалу я не знаю. Я не вижу. Это будет проблема. Ого, у нас сеть синяя, какая-то фиолетовая. Или что это? Жесть. Жесть, мы там помимо рыбы еще поймали каких-то красителей. Банок эдак 300. Хрусь. Человек-чипсы. Вы, кстати, слышали, как народ хрустит пальцами, там, костями, да? Согласитесь, к этому хочется пивка, а не как свиные ушки. Вы прям. О, нифига, смотрите. Раз, два, три, четыре. Пять китов в одном месте. Лайк за китов. Это очень много. Правда, это такие дети. Вот. Но все равно. В принципе, ребят. Вы не каждый день такое видите. Я такое вам честно скажу, вот так много я вижу первый раз. Три, это был рекорд. Это прям что-то подфортило. Там, кажется, семья. Ну, что-то акулы. Да, наверное, все-таки даже акулы больше, нежели киты. Меня черт его знает. Я в рыбе как-то не сильно разбираюсь. Ну, в такой имеется в виду. Отличить там по плавнику, кто-то плывет. Там, дельфин, акулы или еще кто-то. Муж, касатка тоже самое. Почему нет? Мне почему-то показалось, что это киты. И потом я что-то вспомнил, что да, у китов же на спине нету плавников. Ну, тогда я очень не желаю нам где-нибудь здесь потонуть. А то сожрут. Твари. Ну, кстати, раз здесь водится такое количество акул, ребят, значит здесь есть рыба. Ее здесь много. Ну, что логично. Им же знать, чего-то жрать. Я их понимаю. Я сам любитель пожрать, допустим. Ну, вы в курсе. Так, погнали. А потом еще выйдем в открытые воды. На большом уже корабле. Мы его чуть-чуть подрядим. Чуть-чуть поднакопим денег. Там пару улучшений сделаем. Пойдем в открытые воды. Ну, в первую очередь, естественно, это первое, что я сделаю. Это будет радар. И, естественно, первым делом мы пойдем по нему прогуляемся. Кстати, такую фишечку вам небольшую расскажу, ребят. Этот кредит лучше в начале месяца брать. Что вам проще было смотреть, когда вам, чего, как, ну и по выплатам, чтобы вопросов не было никаких. Там, условно, первое число вы взяли, понимаете, что на следующем месяце первого числа вы должны его отдавать. Вот. А то еще скажут, что я не пробовал, правда, и вам не советую пробовать. Ну, просто, да? Условно, мы взяли там 31 октября. В ноябре 1 числа он говорит, оплатите. А у вас бабла нету, все, капец. Это в фотосбуре. Скажите, ооо, ненадежный человек, ненадежный. Задержки по выплатам. Давайте что-то решайте, вы такие. Упс, ну ладно. Так, идем в скалы, как обычно. Сонар смотрим. Вроде еще норм. Что у нас в хранилище? Сколько у нас трески? Нормально. В общем, даже. Груза у нас нет. 50 скидка на рэп. Прельс какой. Последняя же у нас сеть, да? Да, отлично. Так, вот и глянем. Потрескем они. Ну, они самые высокие. Собственно, что я с нее такие бабки-то получаю? Мало того, что у нее увеличены выплаты, так я еще и ловлю ее сейчас в основном из-за этого. Как видите, получаем хорошо. Даже очень. Порыбим. Греба начинает портиться через 8 дней. Спустя 14 дней, невозможно будет продать. Ага, то есть как вы ее продали, сразу надо будет ее быстро-быстро отдавать. Иначе у вас будут цены падать. Ну, то, что у нас рыбе один день, это как бы ничего страшного. В принципе. Она же у нас заморожена. Тем более, мы уже в порт идем. Прямиком в порт. Красота. Есть вот вера в будущее, в такое, что скоро уже, скоро мы это сделаем. Так, 162, 3, 4, 5. Шикарненько. А теперь просто дуем в порт и быстренько продаем всю нашу рыбу. Чпоньк, чпоньк. Мы на месте. Что-то мешает вам использовать быстрое перемешение? Прибыли в точку назначения. Кэп. Спасибо. Без тебя бы прям-таки не разобрался. Ну что, ребят. Кто ставит на какую сумму? Ну, понятно, это будет примерно что-то около 800 тысяч. Так или иначе. Так. Ох, красота-то какая. Ну, 763 тысячи. Ну, я говорю, примерно 800 и будет. Да. Видите? За репутацию в порту сколько мы еще получаем? Вот так вот. О, коинь. 27 тысяч. Сайда. 35 тысяч. Пикша. 29. И 3СК наступить. Количество, КГ и прочая-прочая фигня. Я доволен. Смотрим сейчас, сколько у нас кредит можно сделать. Ну, так сказать, прикол. 7 лямов. Ну, то есть, я о чем и говорю. То есть, нам еще так надо смотаться. Получается, ну, раза 3. Так что, ребят, давайте сделаем так. Не, показал, сколько мы тут рубим. Сколько можно рубить. Потому что реально пошла рыбалка. Вот. Я сейчас коплю деньги. Сматываюсь быстренько. Я даже 4 раза, наверное, смотаюсь. Вот. И уже куплю с вами новый корабль. Так что, ребята, за вот такой вот фарм, за то, что мы такие клявые чуваки, лайк. Лайк ребятам. Репост. Все дела. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.